Вы говорили о том, что занятия цифровых кафедров включены в расписание, но на самом деле их там нет. Как они будут проходить дистанционно или очно? Расписание цифровых кафедр на сайте университета есть. Я вчера проверял специально, готовясь к ответу на этот вопрос. Надо открыть вкладку расписания и там есть все необходимое. Отдельное расписание для цифровых кафедр и шифры групп соответственно в зависимости от выборного курса, который преподается на цифровых кафедрах. Почему именно цифровые кафедры? Почему нет выбора дисциплин, расширяющих профессиональные компетенции, как в прошлом году? Цифровые кафедры это федеральный проект и мы его реализуем, поскольку президентом страны поставлена задача формирования цифровых компетенций у всех граждан и у всех обучающихся в университетах страны. Возможно в каких-то вузах еще эта задача не решается, но у нас есть инфраструктура, есть высококлассные специалисты, которые могут сегодня обеспечить формирование этих компетенций у студентов. Почему цифровые кафедры обязательны для студентов? Я не хочу проходить ни одну из предложенных программ. Почему я не могу отказаться? Я полагаю, что отвечая на предыдущий вопрос, я фактически ответил и на этот. Знаете, я уже однажды говорил и повторюсь еще раз, сегодня цифровые компетенции становятся важными в не меньшей степени, чем, например, владение устной и письменной речью. Человек современный должен не просто быть пользователем гаджета, а обладать способностями в том числе и создавать, пусть на непродвинутом, пусть на начальном уровне, но создавать те или иные цифровые продукты. Понятно, что ко всем поколениям это относиться не может, но молодежь, если молодые люди действительно хотят жить и развиваться в современном мире и смотрят не только в сегодняшний день, но и за горизонт хотя бы 5-10 лет вперед, должны понимать, что владение цифровыми компетенциями скоро станет одной из составляющих, которая будет тестироваться при приеме фактически на любую работу, за исключением той, где требуется выполнение самых простых трудовых функций по типу «возьми здесь, отнеси туда». Поэтому я рекомендую не пытаться, извините, скажу так, отлынивать от посещения занятий на цифровых кафедрах, а найти в себе интерес изучения этих вопросов. И тогда, скажем так, взгляд на эти вещи постепенно начнет меняться и постепенно появится понимание, для чего это необходимо. Почему посещение факультативных дисциплин не факультативное? Зачем их так называть, если посещение обязательно? Факультативные дисциплины являются частью образовательной программы. Их реализация университетом заложена в требованиях федерального государственного образовательного стандарта. И коль скоро это требования образовательного стандарта, то, естественно, что и посещение факультативных занятий является обязательным. Вариативность здесь и свобода реализуются при выборе той или иной факультативной дисциплины, которую студент хочет прослушать. Когда первокурсники получат студенческие билеты и зачетные книжки? Планируется ли внедрение электронных студенческих билетов? Сейчас наш издательский дом активно изготавливает зачетные книжки и студенческие билеты. К сожалению, проблема с логистикой доставки грузов в Крым привела к тому, что материалы для изготовления и студенческих билетов, и зачетных книжек просто пришли позже того срока, на который мы рассчитывали. Естественно, что и запуск самой процедуры их изготовления тоже задержался, поэтому от имени администрации я приношу свои извинения первокурсникам, но здесь просто немножко надо потерпеть. Я однажды уже отвечал на подобный вопрос. Электронный цифровой билет или пластиковый, или еще какой-то – это формат, не предусмотренный приказом Министерства науки и высшего образования, который определяет параметры этих документов, которые являются, с одной стороны, удостоверениями личности студента, и обозначают его принадлежность к той или иной образовательной организации. С другой стороны, документом, я имею в виду зачетную книжку, где фиксируется учебная деятельность студента. Поэтому пока не будет, скажем так, внесены изменения в федеральную нормативную базу, мы будем пользоваться именно такими версиями студенческих билетов. Как будут работать деканаты после закрытия студенческого офиса? Все деканаты должны работать с 8 утра, когда начинается первая пара, и заканчивают свою работу вместе с завершением занятий по расписанию. Когда студентов первого курса направление рекламы и связи с общественностью разделят на академические группы? Я переадресую этот вопрос директору Института медиакоммуникации Александру Петровичу Мальшенко и попрошу Александра Петровича собрать студентов, задающих этот вопрос, и проинформировать их о том, когда произойдет разделение на академические группы. Расскажите об изменениях в системе оценивания. Как изменится накопительная система? Опять же, отчасти отвечал на этот вопрос. В этой системе 50% от возможного количества баллов по данному предмету студент будет получать в форме текущего контроля его знаний, 50% на экзамене. Да, такая форма аттестации студента, текущая, как, скажем, выставление оценки автоматом, сейчас фактически будет отсутствовать. Но сделано это по одной простой причине. Мы наблюдаем, анализируя ситуацию, мы наблюдаем достаточно заметное падение качества знаний студентов. Поэтому, уважаемые студенты, вы пришли сюда учиться. Для того, чтобы учиться, нужно прилагать достаточно большое количество усилий. И, соответственно, форматы контроля ваших знаний определяются рабочей программой дисциплины, фондом оценочных средств. И при исполнении всех требований преподавателя, которые также заложены в рабочей программе дисциплины, вы своевременно получите все необходимые оценки. Кроме того, на каждый предмет, который выносится в промежуточную аттестацию, в объеме его изучения, точнее, в трудоемкости его изучения, закладывается 36 часов, то есть одна зачетная единица. Поэтому это время тоже должно быть использовано вами, как время для подготовки к экзамену во время промежуточной аттестации. Если автоматы в рамках сдачи сессии больше не предусмотрены, то как будет оцениваться научная деятельность студента в рамках изучаемого предмета? В рамках изучаемого предмета научная деятельность студента не оценивается. Если имеются в виду курсовые работы, то при условии, что они запланированы в рабочей программе дисциплины, они оцениваются в том же порядке, что и иные формы контроля знаний студентов в период текущих проверки. То есть это будет выставлена текущая оценка, которая просто добавится к общему количеству баллов, которые студент получает в течение семестра до промежуточной аттестации. Почему студенты второго курса Института экономики и управления не могут учиться на улице Севастопольской до начала реконструкции, как третий и четвертый курсы? Процесс перевода студентов и кафедр и преподавателей на другие локации, связанный с скорым началом реконструкции здания на улице Севастопольской, не является единомоментным. Поэтому мы часть студентов и кафедр перевели уже сейчас, часть будет постепенно переводиться по другим адресам. Потом, повторюсь, это Академия строительства и архитектуры Тиевская 181 и, соответственно, это Агротехнологическая академия. Как проходило распределение групп студентов Института экономики и управления по разным филиалам в связи с начавшимся ремонтом? Почему какие-то группы с одного и того же направления подготовки сначала были переведены в корпус на улице Павленко, а сейчас и вовсе на улицу Севастопольскую? А какие-то будут вынуждены за свой счет каждый день ездить в Аграрное. Можно ли это изменить? Значит, во-первых, на улицу Павленко никто не переводился. Такой вариант обсуждался с руководством Института, но он был признан неподходящим, потому что в здании на улице Павленко, которое относится у нас к Академии строительства и архитектуры, разместить всех так, как хотело руководство Института, не представляется возможным. Это первое. Второе. Распределение курсов по адресам проводилось тоже в соответствии с тем, как кафедры переводились в те или иные здания Академии строительства и, соответственно, Агротехнологической академии. Все эти вопросы согласованы с руководством Института экономики и управления. Все это закреплено приказом по университету, и обучение будет вестись так, как описано в этом приказе. Почему у нас четверг, день без пар, в то время как у других групп это или понедельник, или пятница? Кроме того, нам выпали вечерние пары в пятницу, и далеко не все иногородние студенты смогут уехать после них домой. А у другой группы пары в пятницу стоят с утра. Можно ли как-то повлиять на время проведения пар? Повлиять на время проведения пар можно. Я вчера разбирался с этим вопросом вместе с проректором по учебной и методической деятельности Натальей Валерьевной Кармазиной. Значит, действительно, при составлении расписания некоторые преподаватели, наиболее активные, начали диктовать условия, что им вот в такой-то день пары ставить не нужно. Значит, я хочу сказать всем и студентам, и преподавателям, что процесс обучения в университете и процесс преподавания соответствующих учебных предметов преподавателями – это вещь, которая регламентируется соответствующими документами, утверждаемыми на уровне руководства университета, в частности, проректора по учебной и методической деятельности. Ряд документов утверждается ректором непосредственно. Поэтому у преподавателя 36-часовая рабочая неделя, у студентов такая же учебная неделя. А на продолжительность занятий каждый день определяется соответственное расписание. Не будет дней, в которых у студентов нет занятий, а преподаватели могут не ходить на работу. Таких дней не будет. Поэтому, если в угоду кому-то сегодня поставлена, скажем, там шестая и седьмая пара, для того, чтобы на следующий день можно было не прийти на занятия или не ходить на работу, то, повторюсь, эта ситуация будет исправлена. Занятия будут идти каждый день. Поэтому, если в расписании стоит, скажем, в один день у данной студенческой группы пять пар, а на следующий день пусто, то, поверьте мне, я добьюсь того, чтобы две пары стали в тот день, когда сегодня там занятий нет. Поэтому привилегий на предмет того, что у кого-то в пятницу нет занятий, и, соответственно, учебная неделя становится четырехдневной, а кто-то завидует им, потому что занятия отсутствуют в четверг, а в пятницу они есть. Вот эту ситуацию мы исправим. Занятия будут идти каждый день. Почему Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт относится к Министерству науки и высшего образования, а не к Министерству здравоохранения? Потому что Мединститут – это структурное подразделение Крымского федерального университета, а не отдельное юридическое лицо. Соответственно, Крымский федеральный университет учрежден Министерством науки и высшего образования, и, естественно, что все структурные подразделения и филиалы университета с правовой точки зрения относятся к ведению Министерства науки и высшего образования. Расскажите о новом факультете медицинской биохимии. К какому структурному подразделению он относится и какие перспективы поступления на него? Ну, насчет факультет медицинской биохимии я пока сказать ничего не могу. У нас такой факультет еще не начал функционировать. Соответственно, в планах создания подобных факультетов у нас есть. Название может быть совершенно другим. Но поскольку Крымский федеральный университет получил лицензии на соответствующие специальности, естественно, что потребность в кадрах для этих специальностей будет учтена при подаче проекта плана контрольных цифр приема Министерства науки и высшего образования. И поступить туда можно будет на общих основаниях, так же, как сегодня абитуриенты поступают на лечебный факультет, педиатрический, стоматологию и так далее. Почему студентам Агротехнологической академии не дают возможности самостоятельно заключать договоры с предприятиями? В то же время у студентов Прибрежненского аграрного колледжа такая возможность есть. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, чтобы авторы этого вопроса уточнили, о каких договорах идет речь. Как только появится вот это уточнение, тогда я смогу на данный вопрос дать четкий и понятный ответ. Я студентка Института филологии. У меня нет материальной поддержки со стороны родителей. Стипендии не позволяют жить на нее. Материальную помощь для иногородних студентов убрали, а стоимость проживания в общежитии повысили. Как мне совмещать учебу и работу, и для чего тогда вообще нужно высшее образование? Ну, я начну с конца. Человек, во-первых, сам для себя должен решить, нужно ли ему высшее образование. Если вы поступили в университет, значит, вы имели в виду получение высшего образования с какими-то совершенно конкретными целями, поскольку высшее образование – это не диплом о высшем образовании, а сумма знаний, умений, навыков, в конечном итоге компетенции в тех или иных, не просто вопросах, а в тех или иных областях человеческих знаний. То, что, скажем, уважаемая студентка ставит вопросы относительно наличия или отсутствия материальной поддержки, ну, извините, это ситуация индивидуальная. Почему убрали материальную поддержку иногородних студентов, я уже отвечал на этот вопрос. Размер стипендии, опять же, определяется не нами, а государством. Если студент хочет получать стипендию большего размера, значит, соответственно, он должен учиться так, чтобы мог претендовать на повышенную стипендию. А у нас есть студенты, которые получают несколько повышенных стипендий, и их суммарный, так сказать, доход в денежном выражении составляет иногда и 20, и больше тысяч в месяц. Поэтому здесь каждый человек должен выбрать для себя, каким путем ему идти дальше в этой жизни. Если от университета нужна какая-то помощь, то тогда надо вопрос конкретизировать. Здесь же ставится задача какая? Как жить дальше, если у меня нет денег? Я хотел бы тогда, чтобы эта студентка пришла ко мне, и мы с ней просто обсудили ее текущее положение, и я бы просто, как старший товарищ, мог ей подсказать, как лучше выстраивать свою жизнь дальше, для того, чтобы была возможность и учиться, и при необходимости, если задача ставится таким образом, найти время для подработки, чтобы, как говорится, сводить концы с концами. В каком формате будет проходить обучение у магистров? Оставят квартели или будут семестры? В таком же, как у всех, квартелей ни у кого нет и не будет. Почему студенты направления фармация получают книги в библиотеке мединститута, если это направление с недавних пор к нему не относится? А у меня вопрос, а где в основном обучаются студенты направления фармации? В основном, ведь занятия проходят на территории медицинской академии. Это первое. И второе, у нас единая библиотека. Библиотека в медицинском институте является лишь, скажем так, отделом большой научной библиотеки. Транспортировать книги сегодня с бульвара Ленина на проспект Вернадского, я считаю, нецелесообразным, поскольку в обозримом будущем у нас начнутся переезды разных структур на разные адреса. Я имею в виду, что у нас, к счастью, поменялся подрядчик по выполнению работ на строящемся кампусе на Тиевской 181. И, соответственно, мы рассчитываем на то, что темпы строительства существенно повысятся. Если это так, тут уже можно и по дереву постучать, и другие ритуальные действия совершить. Но если это будет так, то уже, по сути дела, мы начнем переезжать в новый кампус, возможно, осенью следующего года, может, даже летом, не знаю. Боюсь загадывать, хочется на это просто надеяться. Соответственно, тогда будут совершаться и другие движения, связанные с решением вопросов по обеспечению учебного процесса. И, возможно, что в этом контексте мы тогда организуем уже и перевоз учебной литературы с одного адреса на другой, конкретно с бульвара Ленина на проспект Вернадского, 4. Запланирован ли ремонт общежития номер 3 и санузлов общежития номер 5? У нас есть план текущих и капитальных ремонтов. И постепенно будет ремонтироваться все. Но вот этот вопрос возникает постоянно о выполнении тех или иных ремонтных работ, я могу сказать следующее, что это очень дорогостоящее дело. В бюджете университета свободных денег фактически нет. Поэтому здесь просто нужно подождать. Дойдет дело и до третьего общежития, мы сможем отремонтировать и его. Но при этом нужно не забывать, там будет еще целый ряд вопросов, связанных с общежитиями, нужно не забывать, что для того, чтобы ремонтировать какое-то общежитие, студентов куда-то, проживающих в нем, нужно отселять. У нас сегодня колоссальная нехватка мест в общежитии наблюдается. Поэтому я думаю, что вопросы, связанные с ремонтом, мы начнем решать тогда, комплексно начнем решать тогда, когда не только появится для этого финансовая возможность, а прежде всего будут введены в строй два общежития суммарной мощностью в 700 мест на улице Ялтинской 20. То есть у нас появится возможность, скажем, из какого-то общежития студентов туда переселить, общежитие поставить на ремонт, и тогда эту задачу будет решать намного проще. Посещали ли вы лично общежитие Агротехнологической академии? Состояние общежития на улице Беспалова гораздо лучше, чем общежитие Агротехнологической академии, при этом стоимость проживания там ниже. Что такое, в вашем понимании, комфортные условия, за которые подняли цену на проживание? В общежитиях я бывал практически во всех, в некоторые не доехал еще, конечно. Скажу так, что в Агротехнологической академии в 2022 году два общежития отремонтированы. Соответственно, после ремонта, в связи с улучшением жилищных условий или условий проживания в этих общежитиях, цена там была поднятая и, по-моему, составляет, если не ошибаюсь, 459 рублей за койко-место. Соответственно, уже отвечал на этот вопрос, цена проживания корректируется, потому что растет, во-первых, есть коэффициент инфляции, на который цена может повышаться, это раз. Второе, увеличивается стоимость коммунальных услуг, водоснабжения, водоотведения, вывоз мусора, растет цена на электроэнергию, поэтому, естественно, что стоимость проживания не может оставаться прежней. И более того, если мне не изменяет память, то поселок Аграрное у нас относится к Симферопольскому району, а, соответственно, в районе и в городе цены на те или иные услуги могут не совпадать, поэтому и возникает такой диссонанс нередко, который вызывает вопросы. Но мы хотим или не хотим, мы корректируем стоимость проживания. При этом она у нас все равно остается низкой, по-настоящему низкой. Имеет ли право комендант общежития открывать двери блока и комнат своим ключом, заходить в них и проводить проверку. Согласно положению о студенческих общежитиях, комендант действительно имеет право это делать при условии, что у него возникает подозрение относительно того, что либо проживающие в этой комнате студенты могут находиться в опасности, либо, если комната пуста, что там что-то, ну, условно говоря, неладно, может быть запах какой-то или звуки. Поэтому комендант имеет право вторым ключом открыть дверь, посмотреть, все ли в порядке и, соответственно, не трогая ничьих вещей, а просто проверив состояние воды, электропроводки, наличие и отсутствие включенных электрических приборов, сделать вот такую вот проверку, закрыть дверь и уйти. Либо, выключив какой-то работающий прибор, то же самое, совершив это действие, уйти из комнаты, заперев за собой дверь. Есть ли в университете тренажерный зал для студентов? В университете сегодня тренажерных залов у нас практически нет. Но сейчас, в соответствии с моим поручением, и спортивный клуб, и еще некоторые работники университета занимаются формированием расписания, во-первых, перечня, во-вторых, расписания секций, в которых смогут заниматься студенты, такой вопрос ставился. Я еще раз подчеркиваю, что работа эта ведется. Вот, она у меня на контроле, и скоро на ректорате этот вопрос будет слушаться. Соответственно, что касается вообще тренажерных залов, то сделаем ревизию, посмотрим, какое оборудование у нас есть. Если у нас имеется достаточное количество тренажеров, чтобы их собрать, скажем, в одном месте, мы это сделаем. Если нет, то в наших планах все-таки постепенно оборудовать наши спортивные сооружения соответствующими тренажерами, другим спортивным оборудованием, для того, чтобы студенты могли полноценно заниматься в свободное от учебы время. Возможно ли вернуться к меловым стеклянным доскам в аудиториях корпуса А на третьем этаже, поскольку маркерные доски очень быстро приходят в негодность? Ну, во-первых, если под маркерными досками имеется в виду смарт-доска, то тогда надо понять, почему она используется по типу меловой, поскольку у нее назначение все-таки немножко другое. Если же это просто, ну, скажем так, пластиковая белая доска, для того, чтобы на ней писали маркером, то такой вопрос можно рассмотреть. Я просто просил бы автора вопроса уточнить, о каких аудиториях идет речь, тогда мы внимательно на них посмотрим и сделаем выводы относительно того, что можно там сделать. Возможно ли сделать гардероб в Агротехнологической академии? Принципиально возможно, но здесь все должны понимать, что гардероб — это дополнительные не только финансовые затраты на его создание, поскольку нужно тогда оборудовать помещение, а в главном корпусе Агротехнологической академии это можно сделать только в подвальной части, в вестибюле это сделать невозможно, соответственно, закупить вешалки и самое главное — нанять туда работников, которые, пусть они сезонные, но, тем не менее, они будут получать заработную плату от университета. Мы взяли этот вопрос в работу. Константин Николаевич Трегубов, проректор по развитию инфраструктуры, соответствующее задание от меня получил. Он изучит возможности решения этого вопроса, доложит, я тогда проинформирую авторов о том, на каком этапе находится решение этого вопроса. Когда зарплата специалистов-деканатов будет соизмерима с предъявляемыми требованиями и навалившимися объемами работы после расформирования студенческого офиса? Здесь я хотел бы понять логику задающих этот вопрос. Вначале все говорили, что студенческий офис дезорганизует работу, что мы здесь, в деканатах, скоро останемся без работы и пойдем на улицу. Решили вопрос. Студенческие офисы с 1 октября прекратят свое существование. Соответственно, работа, которая выполнялась в студенческих офисах и является нормальной для работников-деканатов, я имею в виду ведение студенческой документации, изготовление и выдача зачетных ведомостей, контроль за заполнением зачетных книжек и целый ряд других функций, подготовка стипендиальных приказов, переводных приказов. Это все функции деканата. Я прекрасно знаю, как все это работает и, откровенно говоря, не считаю эту работу чрезмерной. Она всегда выполнялась в деканатах. И в те времена, когда я был деканом, и в те времена, когда я был студентом университета, эта работа выполнялась в деканатах. Что касается вопросов оплаты труда работников деканата, это отдельный вопрос. Мы постепенно будем идти к тому, чтобы оплата труда работников деканат повышалась. Я прекрасно понимаю, что в студенческом офисе работники получали существенно больше, чем работники деканатов, выполняя, по сути дела, те же самые функции, даже еще в меньшем объеме. Поэтому мы, скажем так, нормируем оплату труда. Не скажу, что это произойдет завтра, но о проблеме я знаю, и мы будем искать пути решения этого вопроса. Когда в учебном департаменте наведут порядок? Почему до сих пор там нет руководителя? Неужели из всех работников нельзя найти сведущего специалиста? Уволят ли некомпетентных начальников? Вопрос первый. А в чем, собственно, заключается непорядок в учебном департаменте? Я так могу сказать, вот огульно, как поставлен этот вопрос, в отношении любого человека, которого я знаю или не знаю, в отношении любой городской службы и так далее, и тому подобное. Приду и скажу, вот у вас тут бардак, наведите здесь порядок, назначьте компетентных работников. Поэтому, первое, на этот вопрос в таком контексте я отвечать не буду. А второе вопроса прошу либо прийти ко мне на личный прием с конкретными совершенно проблемами и проблемными вопросами, на которые я либо смогу дать ответ сразу, либо разберусь и тогда дам ответ, либо, если мы желаем оставаться анонимными или не хотим приходить на прием к руководителю, тогда, пожалуйста, сформулируйте, в чем, собственно говоря, проблемы в работе учебного департамента, в какой части его работы нужно наводить порядок, почему именно там нужно назначать директора департамента и какие конкретно некомпетентные работники в этом департаменте работают и в чем заключается их некомпетентность.